Это проект, который случится в ноябре, 9-10-11 ноября, впервые в истории проекта. День рождения будет не только в понедельник, но в субботу и в воскресенье. И сегодня мы записывали серию интервью вместе с моим коллегой, организатором, двойным коллегой, он и поэт, и организатор. И прямо сейчас под вашим аплодисментом появляется здесь элитма-хулиган Гриша Вовша! Смечаем! Спасибо большое, Арс. Спасибо, ребята, спасибо, что вы здесь. Я почитаю, что вы старенькое. Ой, информации в голове так много, что в последнее время заметил, что забывать стало старое. Ну вот, буду тренироваться на вас. Дорожная романтика. Я зашел в кабачок по дороге и увидел роскошную даму. Затряслись мои руки и ноги, и глаза заплестели упрямо. В этот вечер наинственной лунной мой апрель изнутри меня тискал. Как хотелось душе моей юной лечь постель с этой миленькой киской. Обволакивать тело плутовки, подбывая в восторге щенячьим. И, приняв пару рюмок в Смирновке, я отправился к ней на удачу. Начал речь я красиво, отвязно, завлекая ее в свои сети. И орал ухом небезобразно, официант, подносившись в спагетти. В брачном баре цедя кружку пива, поддаваясь порывам души. Своей новой подружки игривой я пытался навешать лапши. Но она просекла меня сразу, хоть пухая была почем зря. И облила текилой, зараза, мой костюмчик за два косаря. А потом подошли два амбала, и под ручки ее убили. Их машина тотчас задрожала по бульварам в дорожной пыли. Я хотел за нее заступиться, из руки уже снял я часы. Но у них были грозные лица и большие кривые носы. Я всегда был наивный ребенок, и с улыбкой чуть туповатой. Заступался за разных девчонок, по хребту получая лопатой. А теперь испариться пытаюсь, если вижу опасную тетку. Словно тень я в ночи растворяюсь, беззаботно ускорив походку. Так я думал спустя четверть часа, поменяв диспозицию метко. Заходя в холл-отель от Паласа, улыбнулся в шикарной пронетке. Спасибо. Шмурт кончился. Так, ну, еще тогда прочитаю старое, которое называется «Грязные носки». Адекватные люди заранее говорят о своих косяках. Если вдруг вы на первом свидании появляетесь в грязных носках. Возникают отдельные случаи, пролетают такие деньки, Чтобы были носки не вонючие, не вонючие были носки. Можно жить без трусов и без паспорта, и в Панамке а-ля дуралей. Не иметь даже личного транспорта, и бухать до зеленых соплей. Но носки — это супер-обновочка, ей всегда дорожат мужики. Даже если на старенькой полочке застоялись мужские носки. Не ходи на свидание к телочке, ты в вонючих носках никогда. Потому что такие тусовочки продолжение имеют всегда. Ну, сходил ты с девчонкой на выставку... Ну, сходил ты с девчонкой на выставку... Покупал ей конфеты кино, и читал ей стихи ты неистово, И дарил да-да-да-да-да-да, и к тебе вдруг прониклась прелестница, И к себе пригласила домой, и уже поднимаясь по лестнице, Про косяк вспоминаешь ты свой, и мгновенно девчонку посланный Поплетешься, как лузер с серьгой, и от старшего брата безмозглого Ты по саду получишь ногой, и обида засядет в сознание, И в тебе растворится опять, потому что, идя на свидание, Нужно было носки поменять. Так, ну, еще один тогда старенький почитаю, называется «Зеленый поэт». Повестует не про то, как облили краской человека, А про то, как он все боится, он начинающий, он новенький. И там официант, кстати, пишется через запятую, а не тире, сука. У меня там есть просто такая строчка, И я в последнее время почему-то стал комплексовать, Что официанты подумают, что я их ругаю, А я на самом деле их там не ругаю, Просто такое ругательство вслух. Ну, официанты питаются вслух, мы бываем так, да, Дико, мы ругаемся так иногда. Итак, «Зеленый поэт». Я держусь за стойку микрофона, Чтобы в зал со сцены не свалиться, Я поэт пока еще зеленый, И меня пугают ваши лица, Страшно мне от света и от звука, Умоляю вас потише, братцы, Официант по залу ходит, сука, И мешает с мыслями собраться, Кто-то вон бубнит по телефону, Кто-то смс кишлен знакомым, «Нахрена я вышел к микрофону?» Ничего мне не сидел из дома. Главный брат поэта-манириста, Барная электро-кофемолка, Парит уши бедного артиста, Как бухая пафосная тёлка. Страх сковал очко, мозги и яйца, Не родятся искренние чувства, В голове плейбоевские зайцы, Затмевают родники искусства. Мой язык с хозяином не дружит, Мямлит, заплетается скотина, Деревянный, грубый, неуклюжий, Вот такая мрачная картина. И я же ведь учил, тренировался, И оттачивал свои движения, А на сцене взял и обозрался. Вызывают в зале раздражения, СМСки, звуки, кофемолки, Стук дверей, крик из туалета, Ни внимания, грубые осколки, Вдруг сковали в ужасе поэта, Наплевать, мне все по барабану, Я вцепился в стойку микрофона, И держаться долго не устану, Несмотря на то, что я зеленый. Многие, наверное, вспомнили себя, да, Когда начинали? Итак, ну, заключение, Не буду вас долго утомлять, Прочитаю то, что я обычно сюда Последочек в последнее время читаю, Мне нравится, называется Двести евро. В небедном и уютном ресторане, Где люстры зависают высоко, Я взглядом вас случайно протаранил, И официант принес давай кликов, И заиграли подлые гормоны, И настроение газ давило в пол, И я, девчонка этой окрыленной, Волшебный мир фантазию приобрел, Вы поманили пальчиком устало, И незаметно я пошел ко дну, И только звон хрустального бокала Слепую потревожил тишину, Вы подмигнули хитрой рассомахой, А через час в квартире на Тверской Штаны с меня срывали рубаху, Нарушев холостяцкий мой покой, И я летел по небу, словно птица, Парил от счастья, не отоноши, Но не дала коварная девица Мне золотые россыпи души, Просила у меня парфюмы бабки, В колечко новомодное белье Тянула к портмоне своей культяпки, Разбилось сердце вдребезги мое, Осенний ветер караулил тучку, И ночь крылась отчаянно в окне, Я слушал эту маленькую сучку, И почему-то грустно было мне, И равнодушно, посмотрев на стербу, Пожал плечами, захандрил опять, Потом внезапно дал ей двести евро, Подумав про себя, какая... Ну, ну, дальше поняли. Спасибо большое, мои друзья, Слава иду. А? Давай еще? Надежда! Ну, тогда давайте я вам прочитаю сейчас Из цикла парочку про поэтов. Кабарный поэт называется. Держись от поэта подальше, В нем зависти много и фальши, Он хитрый, лукавый подонок, И путает разных девчонок, Сперва обещает жениться, Возить на Гавайи в Ниццу, Потом забывает про это, И требует борщ и котлету. Все девочки любят тусовки, Ранимы, скромные и неловки, Поэт же плетет свои сети, И вязнут у них цыпочки эти. Он тискает их по квартирам, По въездам, кустам и сортирам, Но леди приветствуют это, И тают в объятиях поэта, И не понимают глупышки, Что, как мимолетные вспышки, Процежены будут сквозь сито, В фантазиях монстра пиита. Поэт ведь коварен и жаден, И к музам своим беспощаден, Их кушает вместо десерта, Сценичным лицом интроверта. Но в длинной пастью прямо Суют свои головы дамы, И верят в мерзавца поэта, От счастья сгорают за это. Девчонки и поэты. Больная тема. Девчонка! Девчонка! Не люби поэта! Зачем тебе проблема эта? Люби банкира, депутата, У них хорошая зарплата, Люби чиновника ворюгу, И будешь есть икру, севрюгу, А у несчастного поэта На развлечении денег нету. Поэты в парах глушат пиво, Всегда дешевого разлива, А иногда и сигареты Стреляют бедные поэты. И на троллейку с иракатом Поэт весь день спешит куда-то, Читать стихи извечно где-то, Зовет призывание поэта. Но есть один хороший способ, Без лишних каверзных вопросов, Поэта сбросить с самолета, Избавив нас от идиота. Не будь наивной, глупой, дурой, Займись мозгами и фигурой, И укажи на доверь поэту, Реши быстрей проблему эту. Хотя, конечно, есть интрига, Поэт издать способен книгу, Но и продав ее по миру, Купить машину и квартиру, Вложиться в акции Газпрома, Издать как Абрамович Рома. Но что тут скажешь? Нет ответа. Девчонка, не бросай поэта. Поговорим. Спасибо, спасибо. Римпа, хулиган Гриша Вовшетт. Скоро выйдет несколько серий интервью. Не могу сказать точно, Но мы над этим работаем.